Светлана Ефимова-Сосновская, жительница Барвихи. Дети Светланы родились и выросли здесь. Ей не безразличное их будущее, как и судьба малой родины. Именно поэтому женщина входит в состав инициативной группы жителей поселения. Прочитав в интернете о том, что планируется закрытие Барвихинской ампулатории. Не думала ни минуты, напрямую обратилась за ответом главному врачу Одинцовской ЦРБ. По итогам разговора было принято решение проведения встречи нового руководителя больницы с местными жителями. Сразу же, откуда ни возьми, появился слух о том, что ампулаторию возможно закроют, либо же оставят три кабинета, где будут условно какие-то дежурные врачи, возможно один педиатр, что меня как многодетную мать вообще просто ввело в дикий ужас. На встречу жителями пришли врачи и руководители территориального управления. Главный вопрос повестки – планируется ли закрытие Барвихинской амбулатории. И прямой ответ – Игоря Колтунова. Мне сложно отвечать на вопросы о том, чего не существует. Ну, во-первых, а, никакого реорганизации, никакого сокращения, никто не то, что не планировали делать, даже мысли ни у кого не было. На встрече были затронуты вопросы оказания квалифицированной медицинской помощи. Многие жители благодарили врачей за профессионализм и внимательное отношение к пациентам. Мы очень довольны Мадиной Адваровной, очень довольны невропатологам, и поэтому за все врачей это привлечь для мнения, но не мнения всего поселения. Прием узких специалистов на территории будет отрегулирован. Для решения этого вопроса задействует передвижной ФАП. И самое главное – режим работы Барвихинской амбулатории останется прежним. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.